так дорогие мои залила я уже на один раз огурцы что я туда положила я снимать это подробно не стану сейчас расскажу положила хрен листья хрена да вот как сцеление помидоров то же самое укроп смородину перчик острый чесночок перец горошком душистый перец и гвоздичку рассол потому что мне от этих трав очень нравится и залила кипятком сверху также положила листья хрена и смородины еще и залила на первый раз сейчас немножко от уже уже тепленько можно сливать и кипятить дальше на для кабачковой икры сделала кабачки уже натерла морковочку муж мне почистил лук я буду режет и суп сейчас покажу супик муж сварил суп пока эту сегодня подготовками занимаюсь и все одно второе пятое десятое я говорю выбирай или ты будешь мне помогать вот это шинковать реза делать или же ты бушку что рить вам выбрал куш творить сварил в целом смотрела много разных засолов некоторые мне подписчики написали осоление как кто делает поэтому я решила посмотреть сравнить и как-то что-то по-разному наверно каждую банку сделано хотя нет конечно все по одинаковому сделаем ладно продолжаем дальше делать сейчас солью эти банки и поставлю рассол еще на раз кипятить так рассол я буду сливать вот в этот кувшин тут видите есть объем воды и будем мерить сколько воды и из этого расчета будем уже делать объем сахара и соли будем смотреть сколько будем ложить ладно сейчас сливаю это и заливаю другой кипяченой обычной водой все другие мои друзья сделала я три баночки огурцов сейчас расскажу как я делала рассол сейчас поставила уже готовится кабачковую икру как я делала рассол я многие наверно спросят настя как ты сделал рассол для огурцов думаешь с помидорами немного не получилось да как вы считаете так что я сделал ну во первых когда банки сливала я не наливала в стакан вот в этот и считала объем воды получился меня три с половиной литра на три с половиной литра я положила три с половиной ложки соли и 10 ложек сахара поставила рассол кипятиться после этого залила еще простой кипяченой водой тоже и слила потом когда рассол закипел за я залила чем 12 ложек уксуса девяти процентного потому что другого у меня нет я не беру сильно острый я всегда беру девяти процентных чуть-чуть покипятила и сразу заливая банки и закатываю все на третий раз получилось я залила уже рассолом и закатала вот такие вот дела три баночки сегодня сделала ребятишки тут моют ноги нагулялись набегались на скакались пермот ноги я делаю кабачковые икру да 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 ты будешь кушать супик чего там а кот там чужой кушать все понятно ладно дорогие друзья делаю дальше кабачковую икру хорошо ваня хорошо ладно дорогие друзья продолжаю варить кабачковую икру потом вам покажу сколько я ее сварила если интересно то оставайтесь со мной будем дальше готовить на дворе уже в ночь время уже три часа ночи а я ребята сварила кабачковую икру ура я закончила заготовки у меня получилась одна вот такая большая баночка и 1 2 3 4 5 баночек 700 граммовых или пол-литровых это получается да и 1 700 граммовые вот здесь вот немножечко в баночки еще осталось все сейчас это накрою полотенцем и пойду спать вот такой вот ребята у меня сегодня был день если вам понравилось то ставьте лайки мы с вами закатали сегодня три банки огурцов и сделали кабачковую икру всем говорю на этой хорошей ноте всем грусть крепкого здоровья желаю и всем групп пока пока всем добрый день у нас день я иду на почту мне надо отправить улиток ладно идем всем хорошего дня и хорошего настроения всем добрый день всем добрый день я пошла в магазин хочу купить кефир ребятишка молодушке сделать тогда что кефир брала не выпили так не дождались поэтому сегодня идем за кефиром ладно идем магазин всем добрый день дорогие друзья что не могу настроить штатив нормально чем я со штативом то он у меня криво стоит короче говоря чем мы будем сейчас заниматься я тут в тазик завела кефир хочу сделать детям оладушки так мне надо соду тут что-то опять все накрутили навертили мне так не нравится футболка ну твоя хорошо сына вот он всегда так не мешай маме сейчас в кефир добавлю соды я взяла 2 литра кефира ну и пол ложки где-то соды я положу и хорошенько размешаю чтобы она растворилась пусть растворяется хочу оладушки сделать у меня уже почти все ребятишки проснулись ну почти все еще не все еще некоторые спят поэтому пусть пока спят сейчас достану муку и буду замешивать густое густое тесто если интересно оставайтесь достала муку высыпаю в контейнер муку я всегда покупаю в пакетах бумажных мне так больше нравится я когда-то покупала мешком и после того как я открыла мешок нашла там мышиные какашки после этого я перестала брать большим мешком муку беру теперь только в бумажных пакетах вот такие ну или какая бывает по акциям там уже смотрю конечно по акциям так все так стулечку подвинуть надо чтобы наша сода уже почти растворилась я тебе скажу я тебе скажу я тебе скажу Катя там опять Ваню донимает да Катя добавила еще немножко сюда что возьми стул Катя хватит Ваню донимать пожалуйста дай ему стул пожалуйста достань сейчас добавим с вами в киеве сахар и соль сахара добавляем немножко для того чтобы если много добавят сахара реакция будет остановлена поэтому сахара немного все равно дети будут есть с джемом Катя что она стоит вот такая вот она всегда у нас есть и соли немного добавляем и все это тщательно размешиваем чем гуще тесто будет на кефире когда делаем чем гуще тем толще будут оладушки если сделать жидкое тесто то будут тоненькие оладушки зачем ты огурчики чесать это домашние огурцы ребенок чистит кожуру с домашних огурцов я в шоке ладно дорогие друзья добавлять будем муку и замешивать тесто все дорогие мои друзья тесто приготовилось среди кое оно получилось вот такая вот густота и тогда получится пустя сейчас я уберу муку со стола и будем с вами стряпать и я покажу какие они получились у нас готовлю сковородку и будем с вами жарить оладушки так дорогие друзья включаем плитку ставим сковородку на плитку включаем режим и наливаем масло ждем когда наше масло разогреется масло чем больше тем лучше тогда они будут еще пышнее и 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